всем привет я пришла к магазин коле радуга вышивки ссылочки я под видео оставлю на магазин смотрите какой я начала процесс это процесс от мари искусницы вот такие вот розы я вам поподробнее о них расскажу в этом видео я пришла сегодня с конкретной целью коле подобрать ниточки к моим новым процессом который я планирую в этом году начать и принесла оле показать свою вышивку первый раз я вышивала на льне здесь написано что это лен цвайгер 25 ст но вот в другом наборе у меня лен отличается хотя тоже написано также цвайгер 25 ст там он более рыхлые более крупные дырочки но вот этот ли он мне очень понравился очень понравилось на нем вышивать я хочу сравнить вот этот ли он с теми тканюшками которые есть у оли в магазине я буду подбирать основу для своих новых процессов до девочки я купила три авторские схемы сейчас вы на экране видите авторские схемы две схемы от натальи черепановой одна схема от екатерины волковой а ссылочки на дизайнеров я тоже оставлю под видео и для такой красоты я буду подбирать основу нитки мне нарежет оля оля в магазине есть такая услуга нарезка ниток dmc по авторским схемам мне это очень выгодно поскольку у нас в оренбурге нитки дорогие dmc а заказывать с пересылкой оплачивать пересылку это тоже нужно платить поэтому я для себя выбрала более удобный способ нарезка ниток и сразу мы эти нитки прикладываем к основе и подбираем основу а еще вот такой сэмплер в этом году я планирую начать вышивать мне юлия сайкина его подарила а юля мне уже подобрала нитки так я вам ключ не буду показывать ниточки она мне прислала но там не хватает всего четыре цвета и сейчас как раз у оли я эти четыре цвета куплю и у меня будет полностью укомплектованный сэмплер потому что основу мне юля тоже прислала линду 27 такого нежно-зеленого салатового цвета вот так что вот осталось мне 4 моточка и будет полностью укомплектована я люблю когда у меня авторские схемы тоже лежат укомплектованы я их уже дома напечатала в общем дело осталось за малом нитки и канву а также я вам скажу по цене во сколько обходится дизайнерский набор вот когда его сама собираю какую цену он обошелся мы кстати это никогда не обсуждали и я вам сегодня по цене тоже все расскажу всем здравствуйте инесс заглянула в гости ниточки уже собрали будем сейчас канву выбирать да и вот инесс красоту свою принесла сейчас разглядываем крестики это у тебя первый до процесс на льме это первое у меня на ну как ощущение нормально у меня такое ощущение что крестик размером между 14 и 16 я не знаю почему мне такое впечатление ну знаешь как вот на обложке мы с тобой прочитали 25 каунт но я вот не вижу здесь двадцать пятого каунта мне вот это очень похоже на двадцать восьмой носка здесь вот каши канва вот в другом наборе от мари искусницы там другая канва на здесь тоже еще какой-то набор а этот это этот же набор вот у них разные как будто основы но это старый набор старый еще видите что ну еще не сумочка такой пакет а вот мне кажется что вот сейчас который новый там другая снова а давай сравним у тебя еще на риск за а вот сейчас посмотрим вот смотри тоже набор ли он 25 каунт свой карт сейчас мы посмотрим мне кажется что этот более рыхлый да видишь у него дырочки больше он более просвечивает вот у меня в другом наборе где розы с вишней там вот такая вот идет канва но вот это мне очень понравилось она плотная и вот смотрится действительно как вот ты показала вот этот каши нужен каши дорогой вон какой да вот действительно вот это вот прям совсем другое качество и она лучше мне вот это очень понравилось ну вот видишь и на льне не так страшно вышивать когда ты равномерки боялся уже теперь или он да ну потому что крестик крупный на мелком крестике на мурана я не могу вышивать а вот этот вот нормально так и под розу ты собралась мурана подбирать под розу я не знаю что оля я вот думаю смотри вот у меня есть кусочек линды сейчас мы сравним но линда она такая вот это я тебя брала и да и ниточки до которые ты нарезала давай сюда приложим и посмотрим мне кажется вот на этой линде будет классно смотреться она правда цвет цветом отличается этот немножко серия а линда поярче это точно тот же самый два 264 скорее всего цвет просто из-за плетения ниток цвета и другие это и кладки если тут у нас хлопок здесь у нас лен поэтому сама понимаешь полотно по-разному в себя краску вот то если вот этот подойдет цвет он в принципе у меня есть я уже его купила я купила под другой процесс мы потом вышивала на под яблоки по-моему на яблоки на голубом вышивала а этот оставил да отлично отлично мне кажется да вот выбер смотри как хорошо под твой набор под это тоже вот видишь у них как-то такая цветовая гамма очень похожи я поэтому не за же биндер такого цвет биндеры у меня я люблю в цветочек у меня есть еще в цветочек такие биндеры так что вот вообще можешь и на этом вышивать будет отлично смотреться единственное а ну в принципе там она на 14 каунте расчет дает вдруг не если не хватит я приду да ты тут близко ты тут у меня рядом хотя я досылаю девочкам тоже когда вот но не хватает потом у всех по-разному кто как рука берет если не хватает мне пишут мы потом ссылаем сейчас единственное проблемное я письмо мне отправляю потому что у меня вытаскивали один раз девочки пришел пустой кандир кому они нужны эти нитки были непонятно то есть получается не очень выгодно по деньгам ну можно например какому-то следующему заказу и доложить не тачки да так очень красивые такие нежные цвета и вот что получается по цене допустим а схему я купила за 400 рублей триста семьдесят но здесь очень много по одному метр поэтому здесь не очень большой расход вот триста семьдесят нитки ну и канва вот она идет сейчас 210 по моему рублей такой кусочек и получается это у нас 580 и плюс схема 400 то есть 980 рублей но в общем 1000 рублей выходит у нас набор розы розу я выбрала именно эту мне нравится что она с черенком конечно цвет мне понравился у другой розы ярко такой ярко розовый цвет и тут такой малиновый вот но она без черенка мне вот почему-то именно роза с черенком и таких там было две а вот такая вот нежно-розовая и красную ну я выбрала нежно-розовая очень красивые розы я уже на несколько наборов собирал разные розы да и вот прям очень мне понравилось ну и при следующей твоей схемы мы правда еще нитки только в процессе сборки сейчас не можем еще показать гортензии мне очень понравились я наверно тоже до вышиваю свою кофейную феерию пойду за этим я давно тыщу себе гортензии какие-нибудь ну вот наверное на этих остановлюсь и мой любимый сад прям тоже впечатлил нас а давай тогда как по ценам сразу скажем а ты же посчитала скажем по ценам там же девчонки кто захочет купить комплект ниток чтобы нужнали только потому что они уже мы подбираем там кому какая да девочки смотрите вот канву можно выбрать разную можно выбрать равномерку можно вот ясно хочу вот на этот любимый сад а там полная будет зашивка поэтому я хочу обычную канву 14 каунта и то же самое на гортензии вот на гортензии только вот такую кипельно-белую я вижу я не знаю там хоть и вот угол не зашит вот так вот нижний левый угол не зашит но я хочу именно канву либо кипельно-белую линду либо канву но это мне удобно вышивать на 14 каунте поэтому здесь вы основу можете подбирать сами какую хотите сейчас я вам цену по ниткам скажу вот почему я канву и не включаю никогда в заказ то есть это девочки сами мне пишут мне нужна такая там равномерка например люблю такой-то каунт и мы уже подбираем по цветам мне иногда пишут иногда говорит посоветуйте что-то ему уже по ниточкам подбираем тут вот играем тоже специально под ваш вкус и папа ваши пожелания поэтому обычно по ниткам цену вот и всегда прошу уже сколько раз я в твоих видео говорила пишите название и автора потому что вот у меня тоже женщина магазин пришла соберите по авторской схеме я заношу в табличку название на мне пишет уже есть такое название я раз зашла действительно этот же автор да конечно тут же букет гортензий у кого-то другого автора может тоже быть букет гортензий но тут я уже на автора смотрю да или же смотрю по номерам ниток что если эти нитки тогда я бы сверяю но опять же делать еще раз расчет или просто свериться это разные вещи как бывает так что некоторые пишут не вот такие такие номера не нужны но я просто вычеркиваю потому что вдруг матками уже где-то куплены или что-то запасы лишь вот на букет гортензий ниточки 48 цветов 1025 это нитки на любимый сад тут цветов побольше 64 цвета 1660 в принципе расход но опять же я говорю если много по одному метру цена одна а если уже 46 по 7 бывает метров там цена уже конечно вырастает потому что получается уже такие увесистые пасмы висят на органайзере в общем сегодня мы полностью укомплектуем розочку а потом когда оля нарежет еще гортензию и любимый сад я тогда вам покажу уже точно какую я решила основу сейчас мы с олей еще обсудим еще куда-нибудь по прикладываем ниточки а в принципе вот смотрите а если взять кипельно-белый цвет да и розу вот приложить но в принципе можно и на белой основе вышивать и единственное очень контрастно да получается а вот на гортензии мне нравится когда контрастно там только сиреневые цвета и кипельно-белый вот там вообще прям балдеют а вот смотри екатерина рекомендует на голубом эту руку а то я может сейчас еще и передумаю на голубом так давай рядом положим желтенький рядом голубой и расстелим нитки вот сейчас мы расстелили мне интересно мнение зрителей на какой бы вы вышивали основе ну понятно что это все дело вкуса конечно же принципе она и на голубой и на молочный смотрится красиво но я вот сама сейчас уже в раздумьях я уже на голубой вообще люблю голубой цвет день нет немножечко ну-ка вот так красиво на голубой эффект будет другой другой слушай они съедает бежевые и розовые нитки вот этот цвет вот я сейчас уже смотрю здесь вот смотрится контрастно розовый да а вот здесь розовый съедается вот я и говорю разный эффект получится на разных основах имеет место быть и та и другая да но да но вот если бы дроза малиновая да вот яркая она бы сюда отлично легла а вот я сейчас боюсь не съестся ли вот этот розовый с бежевым сон сольется и не будет такого эффекта 3d потому что будет более пастельные такие да или акварельные да какие-то слушай все я хочу голубую все я тогда беру голубую вот если бы мы сейчас не приложили да я бы так и вышивала бы на бежевую но это не линда а что это это у нас этот британи так это не 14 это 14 но это то что ты не любишь который блестит тебе а сейчас я одену очки посмотрю может уже нормально потому что линда сейчас нет мне главное чтобы не был мелкий крестик я не хочу резко тот же самый 28 каунт также 27 это 28 но только ты в прошлый раз говорил что как близ немножко бликует да что муран что при то нет а британи дороже по цене чем линда линда она подешевле вот еще она и по цене почему я ее люблю там вот такой голубой цвет там блеска нет и цена дешевле но в принципе я пока не начинаю я же могу у тебя под заказ я могу подождать я тогда подожду вот эту голубую основу мне нравится девчонки ну напишите вы бы на какой вышивали оль а мне кажется что вот этот цвет а он голубее чем в линде да он идет 550 он идет ледяной голубой такой льдистый то есть он более холодный оттенок чем у линды у линды по серии как то он так слушай ну мне вот это нравится значит все таки я его возьму не линду а возьму вот этот британи да да британи и вот девчонки если будут у тебя заказывать они будут уже знать разницу вот сейчас нет кусочка линды чтобы приложить но я вышивала на яблоки я точно знаю что он немножечко серии имеет другой оттенок а здесь вот он даже так немножко блестит как ледяной мне кажется под роза вообще будет обалденно вот это лучше будет смотреться однозначно вот этот вот лен он похожий на но 562 цвет как у линды но их нельзя сравнивать вот то есть если мы сейчас положили бы линду такого же цвета у них же у них все равно было бы искать ну другой оттенок так как вот сейчас со льном мы тут вот с тобой до смотрели что у хлопка другой оттенок чем у льна также здесь лен вобрал в себя вот таким образом цвет а у хлопка будет по-другому совсем а вот это вот как называется что это белфас 32 вот девчонки кто помельче крестик хочет 16 и вот для вас белфас будет нормально похож вот мне прям очень такие подозрения что это вот потому что крестики на твои очень на 16 вот и я так по ощущениям не чувствую что они 14 крестики но мне нормально вышивать так что я скоро смогу и на белфас и на мурана наверное вообще вот этот лен тоже красивый вот но посмотри здесь на ли переплетение немножко не ровный это дает эффект до какой-то винтажности домой но вышивать мне удобнее прям вот на этом ровно там запуталась 16 14 я говорю он какой-то крестик у меня средний между 14 и 16 может быть просто я сильно стягиваю и он мельче у меня получается но тут какие-то и переплетение как будто диагональные как-то интересное вот здесь переплетение кстати переплетение вот похоже да вот как на это вот так девочки муки творчества выбираем подбираем когда-то я только вышивала на конве 14 16 каунта но теперь я хочу осваивать другие тканюшки линду 27 я уже освоила и хочется чего-то новенького интересного в общем я не знаю наверное до этого надо дорасти но мне сложно зрение моё конечно не позволяет вышивать на разных основах но вот эффект очень нравится эффект нравится принципе вот он не этот ли он нравится но он еще и вот так и вот кстати вот этот по диагонали да вот так тоже едет немножко ну как тянется да и вот этот вот он его когда на пяльце натягиваешь он немножко вот так вот съезжает туда-сюда все равно в работе мне линда линда она лучше наверное все-таки сейчас возьму вот это британи вот это возьму а сейчас я хочу подумать на чем я буду вышивать гортензию и сад вот у меня есть вот такой кусочек канвы это канва гамма в общем один кусок у меня есть а второй я сейчас куплю я буду покупать цвайгард ну смотрите канва цвайгард она чуть-чуть отличается оттенком она кипельно-белая а вот эта канва она немножечко голубит вот гаммовская вроде тоже белая но немножко голубит и вот я думаю на гортензию наверное вот с таким голубоватым оттенком больше она подойдет она тоже белая но она плотная канва гамма она плотная а канва цвайгард она такая рыхлая в общем я хочу на 14 каунте вышивать и гортензию и сад поэтому сейчас я 50 на 50 кусок где-то примерно такой куплю канвы у меня есть еще одна канва вот такая а вот видите в принципе тоже можно было бы на ней вышивать но здесь кусочек маленький на гортензию он подходит а на сад нет но здесь леска вот как видите леска и после того как я вышиваю эту леску нужно выдернуть и знаете что мне неудобно я набор парижанки вышивала на такой канве если у меня ниточка попадает вот сюда где леска то крестики получаются неровные и потом когда я вытащу вдруг останутся какие-то зацепки а в гортензии нижний левый угол не зашивается вдруг леска не вытащится так аккуратно если бы была полная зашивка возможно я бы еще и вышивала вот сад да но на сад мне размера не хватает там же квадратная работа а в гортензии она прямоугольная но в общем на гортензию бы хватило на сад нет она на гортензию не рискну потому что вытащу эти лески и вдруг вот здесь переплетение где-то порвется очень сложно туго вытаскивается эта леска если порву ниточку то представляете да на открытом участке будет порвано вообще конечно идеально было бы вышивать гортензию на линде на равномерке вот из-за того что не зашит угол ну не знаю что то я слишком много уже набрала основ равномерки а все-таки я люблю больше вышивать на канве я боюсь что у меня не хватит терпения все это вышивать на равномерки и равномерку я не могу размечать я не смогу вышивать гортензию без разметки а тем более вот эти лепестки которые разбросаны нужно считать клеточки я буду обязательно делать полную разметку и там много много смелки в сиреневых цветочков на гортензии я собьюсь то есть я себя уже знаю если я буду вышивать на равномерке я однозначно собьюсь поэтому для меня вариант это канва с полной разметкой вот как раз теперь 50 на 50 уже готовые отрезаны пассивочки немецкий все-таки помягче чем китайская хоть я тоже китайский набор один вышивала и у меня и дома лежат запасы со стародревних времен когда мы всем метрами покупали километрами на ней я уже такие миниатюры какие-нибудь вышиваю или какие-нибудь на что плотность нужна да типа брелочки там такой мелочевки оля вот это еще что за дешевая канва вот такая у нее прям голубоватый оттенок прям явно китайская канва на принципе полтора метра шириной и вот мы ее нарезаем на кусочки она да они она прям вот будет когда вырублен стоит кажется делая когда вот рядом с чем она прям голубоватая то есть они специально чем под свечи голубая но она прям жесткая она очень жесткая такая дубовая хотя с твоей сравнили сейчас такая же как моя похоже на гамму помягче но очень похожа на на гамму она стоит недорого вот это самая дешевая получается самый дешевый вариант и вот прям голубой вот она сейчас стоит вот рядом с этими голубая когда ее раскатаешь да отдельно она вроде белая а когда она с другими стоит вот так вот рядом стоит кажется что белая вот когда вот так вот а на камере мне кажется даже сильнее голубизна как будто она вообще голубая да а вживую она не такая голубая значит чем-то вот так подсвечены что ли но я все-таки цвайка возьму помягче оля продала игрушки алинины я еще принесла вот этих китят зайчика принесла алинка навязала вот слоник остался с прошлого раза и медвежат я принесла еще вот медвежонка зайчика чернокожего в общем здесь теперь у воли в магазине алинины игрушки продают оля пока мне отрезает тканюшки смотрите что я здесь разглядываю это олина вышивка оля вышивает вот такую косметичку и здесь в магазине продаются вот эти заготовки на сайте они тоже на сайте они есть вот такие вот такая вот есть с розовой молнии вот видите здесь разная подкладка внутри подкладка не зашита и для того чтобы подлезть туда и вышивать то есть вы только вышиваете потом зашиваете дно и все и ваша косметичка готова это равномерка то есть вот такая заготовка видите из равномерки прикольно можете любую брать схему и стараешь под молнию чтобы подклад под цвет молнии была желтенькая и кстати уже есть готовые в контакте у меня приходила девочка на встречу новенькой но у меня все девочки до любого возраста всем и держа и она училась первый раз и уже готовы у нас фотографии есть выложены вот эту косметичку это я сама схема подобрала и часть из нее вот вышиваю пока это на подарок я подруги хочу сделать на сайте у нас выложен тоже вот эти косметички вы просто пишите с какой молнии хотите опять же я говорю я можно как органайзер использовать ты вот и нас подержала в руках она плотная ее можно вот у меня здесь же и ниточки мои от моего же процесса и хранятся то есть я когда вышиваю их вытаскиваю их тут восемь цветов не очень много и к этим косметичкам в подарок идет одна из схем татьяны зникины выражение то есть вы покупаете эту заготовку специально для этих косметичек татьяна разработала три схемы я вам присылаю картинки вы выбираете и высылаю вам в распечатанном виде эту схему добрый день здравствуйте это олина мама посмотрите какая на какие шляпы она шьет вот эти заготовки на косметичке тоже она шьет шляпу для дачи в этом сезоне говорят очень модно шляпу панамы разного вот еще одна такая есть ситец чтобы было в нашу жару хорошо работать на даче тоже до продается здесь пожалуйста можно купить с другой стороны что-то поярче что-то да классно еще надо роллы начать шить роллы девчонки будут покупать все чуть-чуть никак да как-то не так никак то что видимо рука берет вам такой красивый не все знают но у нас в магазине большой выбор рисунков для вышивки бисером это лишь часть я в руках держу и до конца апреля скидка 15 процентов на любой рисунок если необходимо мы подбираем бисер да у меня девочки в комментариях спрашивали где основы для бисера варенбурге купить мастерица mp studio у нас представлены адрес будет под видео и также ссылочки на интернет-магазин это мне на гортензию до нарезаете да какие девчонки цвета красивые кстати камера не передает вот этот сиреневый цвет он смотрится как синий но я когда заберу и целиком планшетку потом вам покажу дома при другом освещении может быть другие цвета сиреневый тяжело да какие красивые вот этот такой салатовый цвет красивый обалденный вот сейчас у меня полностью собрано три комплекта на ангела любви лен пермин как вот я вышивала но ты работала видела это бисер тоха уже подобранные цвета все вот этот цвет я всегда ставлю со звездочкой сейчас покажу пришел еще прессиоза прессиоза цвет он очень близок к тому что у мелхила там чуть более золотой хотя здесь видишь золото все равно до присутствует то есть остальные цвета один в один как мелхилл по бисеру вот этот вот тоха мы не можем подобрать и вот прессиоза прямо близки очень но чуть-чуть покрупнее потому что мелхилл идет один стоят десятый у тебя на сайте есть полностью да комплект опять же да если необходимы нитки мулене дмс мы нарезаем точно также и полностью сейчас вот и вот девчонки очень удобно пересылка по россии недорогая так что он получается комплект дорогой даже бесплатно бесплатная ландо если полностью весь комплект вместе с нитками дмс он бесплатно по моему цене числу отлично вот так девчонки не надо долго ждать из-за границы волю все это подбирает вот к сэмплеру я купила недостающие ниточки правда одного цвета 971 нет его уже давно сняли с производства вместо него идет 740 цвет то есть вот уже по новой палитре это оранжевый 740 а здесь в схеме он указан как 971 вот кто девчонки вышивает сэмплеры или в некоторых схемах иногда бывает что программы выдают старые номера вот все совпали кроме вот этого одного номера но вот у оли есть вся эта палитра и оля мне подсказала это вот как раз вот такой цвет в общем все у меня получается сэмплер полностью укомплектован в этом году планирую его начать ну и как видите вот эти розы хоть я вам и не показывала как я начала вышивать начало процесса не показывала но уже пол картины у меня вышито я не могла оторваться всю неделю вышивала только эти розы на следующей неделе я планирую чередовать свои процессы как я их буду чередовать я вам расскажу в следующих видео будет у меня вышивальная неделя но хорошо бы хорошо бы побольше свободного времени пока у меня его нет скоро начинается огород но все-таки небольшие продвижения я буду вам показывать на этом говорю вам до свидания всем желаю удачи с вами была инесса пока пока пока